Приветствую вас! Заранее прошу прощения, что немножечко, наверное, не по теме, а вам отвечаю, потому что вы спрашиваете про техники и про литературу. Вот, соответственно, да, и вы еще задаете вопрос о том, как, понятно, я простил его полностью, вот на этот вопрос я отвечу, но пока хотел бы про техники и про литературу. Во-первых, если бы техники можно было бы использовать самостоятельно, то, наверное, психологи были бы нему не нужны вообще. Я разомню, что техники на сегодняшний день средства, это механизированные средства, без осознания, без сознания, без переживания этого, вряд ли получится вообще какую-либо технику применить. Обиды на отца, обиды на родителей, в частности, это, как правило, непонимание их, это требования от них чего-либо, и, как правило, это восприятие этих людей именно в контексте родителей. То есть, он мой отец, все. Какой он человек, что им двигало, понимаете ли вы причины его поведения, вы видите его действия, вы видите его поступки, но видите ли вы поведение, видите ли вы его мотивы, знаете ли вы его мотивы, понимаете ли вы его ситуацию, в которой он оказался, это первое. Второе. Видите ли, детские обиды, они оценили чем? Что человек проектирует на себя поведение своих родителей. То есть, кто-то ругается, кто-то переживает, кто-то ссорится, плачет, а ребенок думает, что это все из-за него. И добавить за временем, он это думает, 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 потом возникает что? Защитная реакция, то бишь, злость, обида. То есть, обида, это, как бы, закрытие. Я ни в чем не виноват, в действительности, это виноваты родители. То есть, да, они виноваты. Что-то происходит со мной. В действительности, виноватых нет. Родители давали вам то, что могли. Родители давали вам то, что вы в силах. И, как бы, больше с вами дать не могли. Если вы сейчас обижаетесь на них, то связано только с тем, что вы не отдаете себе отчета в том, что они не могли вам дать больше, чем на вами. И вы своими обидами требуете от них того, чего они не были способны вам дать. Вы требуете от них того, что есть только в вашем воображении. Да, вы можете сказать, что ну, вот любой другой нормальный отец это все сделает. Да, да. Другой отец это сделает. Ваш отец этого сделать не мог. И, как бы, если он этого не мог, значит, вот такой человек. Родители не выбирают. Когда вы сравниваете своего отца с другими, вы тут же вступаете в невротическое переживание. Вот мой отец должен был быть таким, но он таким не является. И я, соответственно, должна была быть другой дочерью, но я такой не являюсь. И в этом вина моего отца. Знаете, обвинять вашего отца можно сколько угодно в том, что он сделал, как он с вами поступал. Но правда в том, что это ваша жизнь, что вы живете сейчас сами, без отца. И правда в том, что обидами на отца вы только лишь отправляетесь в свою жизнь, потому что он, может быть, даже и не понимает, что обидел вас. Кроме того, как вы сами понимаете, что в детстве многие обиды остаются непроговоренными. И мучают вас обиды на отца, потому что они непроговорены. И, соответственно, их нужно прокомпорить, перейти заново, посмотреть по другим углам, они будут постепенно вас отпускать. Именно техник, которые бы позволили просто простить своих родителей, ну, я думаю, эффективных, и которые не были бы механистичными без последующего выражения в чем-то другом, попросту нет. Потому что обида на кого-либо – это внутренняя неуверенность либо непринятие себя. То есть, если вы обещаете на своих родителей, наши родители, скорее всего, вас не принимали такой, какая вы есть, и, соответственно, у вас принятие самой себя такой, какая вы есть, тоже нет, и вы коммените своих родителей. В действительности – да, ответственность – это их. Но вам, к сожалению, ни холодно, ни горячо от того, что это их ответственность. Вам нужно в своей жизни жить дальше. И либо вы живете, либо нет. Либо вы требуете от родителей свои что-то, либо нет. Детко-родительские отношения прорабатываются длительное время. Через треканализ через психологическое консультирование на регулярной основе. Потому что обиды на родителей, помимо того, что они требуют проговаривания и неоднократного проговаривания, так просто не уйдут. Вам нужно выговорить все свои обиды, выберуть весь негатив, который возрастал, изменить представление о нем. Тогда все будет по-другому. Что касается литературы, то литература подписывается для обучающихся, для абитуриентов, для студентов, для просто интересующихся психологией и для самих психологов, но ни в коем случае не для клиентов. Клиентам читать литературу по психологии в принципе не рекомендуется, может только навредить. Говоря клиентам, я имею в виду людей, у которых есть проблемы. Понимаю, что не всегда есть средства, не всегда есть время на то, чтобы регулярно ходить к психологу, особенно в российских реалиях, но тем не менее мы же не хотим вам навредить правильно, мы же не хотим, чтобы вам стало только хуже. Поэтому и самодеятельностью заниматься я думаю не стоит. Как не стоит например делать в самой себе операцию например на ноге, на руке, на животе и так далее. Вот так я думаю можно ответить вам на эти вопросы. Что касается того, как понять просили ли вы полностью своего отца или нет, здесь я вам хочу сказать так. Когда вы не будете на него злиться, когда вы перестанете обвинять его в том, что у вас происходит не так, когда вы перестанете считать его виноватым за свои несчастья, когда вы перестанете воспринимать его как препятствие на пути к объекту, дарующему вам удовлетворение, тогда вы можете сказать, что вы его простите. Когда вы примете его таким, какой он есть, через любовь, через жалость, через понимание, когда вы перестанете отрицать какие-то его черты, которые есть, которые вы просто не видите, тогда вы его простите. Прощение через принятие, через любовь. Вот так это работает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.